Итак, лето 2017 года, оно такое же странное, холодное лето, почти как 1953 года, помните? В свое время мы это дело смотрели. То есть, ну, о чем мы сейчас будем говорить? Мы сейчас находимся в состоянии, в котором и грязь, и все остальное. Мало того, как вы прекрасно понимаете, этот сюжет у нас практически на июль месяц. То есть до конца лета всего два месяца и остается. Ну да ладно. Дальнейшее что у нас? Эксплуатация. Дальше у нас, естественно, будет очень нехорошая зима, очень нехорошая весна и такую же осень вообще. Ну, где мы живем? Теперь вопрос возникает, почему мы приехали сюда, на улицу Полевую 2, Б, вот за моей спиной. Видите, вот там написано, автоковрики. Так вот, раз мы ездим на наших автомобилях, мы задаем вопрос. Как бы нам ехать красиво, чтобы потом можно было выйти из машины, чтобы ваши брюки были не замаратые дождем. Представляете, вот вы ездите на обыкновенном автомобиле, да? Потом выходите и что-то не понимаете. Вроде вы же ехали, никуда не остановились, да? Просто в машину сели. А в машине, оказывается, влага, которая была, она растопилась, да? И ваши брюки начинают мараться, да? Ну, а когда брюки мараются, что мараются дальше? Мараются ваши носки. И что в итоге получается? И вы все, естественно, болеете. То есть вот маленькая проблема, да? Автомобили хороши, но мы не понимаем, как с ними работать. Так вот, для того, чтобы понять, как с ними работать, мы приехали сюда, потому что здесь делаются замечательные коврики. К слову о том, где мы живем, к сожалению, 97% автолюбителей не живут в России. Поверьте мне. Тропики, субтропики и все остальное. В Америке даже люди в ботинках, в обыкновенных, заходят себе и спят. Практически в них же. То есть там все немножко как-то по-другому. Кроме всего прочего, где мы вообще живем? Мы живем в Магнитогорске. Город, ну, естественно, пыльный. Это все-таки металлургическое предприятие. Ну и все остальное, да? То есть мы будем говорить о том, что как бы было круто сделать замечательные коврики для вашего замечательного автомобиля. Чем мне нравится Магнитогорск? Город правильный. Город, созданный руками американцев. И город небольшой. Ну, смотрите. Миас. Население в разы меньше. Расстояние 60 километров. Круто. А то. Здесь и благодаря комбинату идеальные дороги. К сожалению, благодаря комбинату пыль. Как, собственно, и везде на территории России. И, к счастью, количество загрязнений в разы меньше. И теперь, по сути, приезда. Сюда, на улицу Полевая 2. И когда мне говорят, что амброзия комбината не дотягивает до правого берега, я вам скажу. Вбейте в поисковик моменты загрязнения Магнитогорска и убедитесь, что самое лучшее место и эта часть, это северо-запад, там, где я живу. А так, пацаны, замечательное место. И это только в 40 километрах от города. Во как! Теперь о наших удивительных машинах. Вот посмотрите, если бы мы в вашу машину поставили новые коврики, вы сейчас такое же случается, что зимой, допустим, ходите, а брюки почему-то... Да, вот, кстати, у меня в машине такое прям наблюдается, если честно. А если бы вы хотели новые коврики? Хочу. То бишь, все, что продается в любых местах, оно, по сути, загрязняет ваши штаники, господа. То есть, смотрите, из лужи, да или просто так, сели в машину. Ну, представляете, у вас там резина. Я прекрасно понимаю, что пока вы доедете до работы, ваши штаники промокнут, потому что и лед так же растает и превратится он в воду. А где промокают штаники, там и носки, и здравствуй, опа, болезнь. Конечно, девушкам на шпильках хорошо, но я еще раз вам говорю, девушке на шпильках, и это абсолютно не правило. Кроме всего, ну, ваши коврики, так их надо иногда и сушить, а представляете, у вас лак и кольца. Как это делать то? И вот так вот получается, что вы берете эти коврики, да? Они, в принципе, хороши. Но, допустим, зимой, как вы их будете выкидывать, потому что там целиком грязь и все остальное? Нехорошо же? Ну, конечно, оно все будет проливаться, и неудобно. И мыть их неудобно, и доставать неудобно. И у меня такое странное впечатление о нашей с вами бредятине. То есть, мы покупаем явное дерьмо. За сумму, которую тот бизнесмен, что это продает, он может ездить, естественно, на джипе. Вы вообще понимаете, что вы продаете? Этого не должно быть. Вот как. Технология совершенно другая, и век-то какой. Второе десятилетие века 21-го заканчивается. Идеальный вариант вашего покрытия, да и разного цвета, и он делается под ваш автомобиль. Заносится в базу и пожалуйста. Но может такое и случиться. Порваться коврик. Разные вещи бывают. Но заехав сюда, на улицу Полевая 2, вы это можете себе и заказать. При этом купив только часть, а не все ковровое покрытие. К слову, куда ехать? Телефон знаете? Так вот вам телефон. В точном соответствии с правилами рекламы. В очередной раз мы вам показываем, какие эти коврики. Они исключительно замечательные. Вот они. Супер, да? Причем разнообразного цвета. Есть у меня такие штуки, я бы тоже заказал. Мало того, посмотрите, как они сделаны. То есть эти коврики за ваши ковры цепляются. И никуда не съедут. Представляете, они просто залепились вот так вот. Просто красиво, да? И на том же месте будут находиться. Как они отгибаются? В смысле, вот просто так берете. Вот в эти поры забивается все и грязь, и все остальное. В случае чего обыкновенный пылесос или керхи, или своим обычным пылесосом протерли, они в таком же состоянии. Мало того, чем они хороши? Ну, это, естественно, магнитогорский вариант. То есть все, что вы хотите, делается здесь. Супер просто, супер, реально. Где все-то делается? Улица Полевая 2. Ну, здесь ездят автобусы в другие сады. Почему? Не такое навороченное. Я, ребят, вам еще раз объясняю. Зачем платить аренду? Ну, зачем? Не надо этого делать. Просто вы заказываете и получаете результат. Мало того, другой вопрос возникает. То есть все же рано или поздно говорят, что один сломался, что теперь делать? Ну, что теперь делать? Я вам объясняю. Вы приезжаете на своей машине. Естественно, все это дело замеряется. Естественно, есть база данных. То есть в случае чего, ну, один порвалит, пришли, сказали, что вы такие-то с такой же самой машины. Вам один, просто один коврик того же цвета сделают. Представляете, насколько это выгодно? Поставить себе замечательные коврики, сделанные в магнитогорске, магнитогорскими же руками. И по цене вопроса, по сути события, это абсолютно недорого.